Армейский рукопашный бой Мы прекрасно понимаем, что задачи, выполняемые таможенниками, сопряжены не только с психологической нагрузкой, но и с применением. Порой приходится применять и физическую защиту. Сам бой рукопашный бой вошли в жизнь Виктора очень давно. Занимается спортом 16 лет. А самая запоминающаяся победа – Кубок мира 2011 года. Настоящий спортсмен, даже если проигрывает, идет до конца. В тех соревнованиях до конца боя оставалось 3 секунды. Никто не ожидал, что эти секунды станут победными для Виктора. Очень запоминающаяся такая победа была, потому что соперник мой очень хороший был в том плане, что он знал меня и я знал его. Когда люди друг друга, соперники друг друга знают, здесь очень сложно питься, драться. В тот день удача была на моей стороне. Настраиваешься на победу и такого не должно быть даже в мыслях, чтобы опустились руки. Здесь ты идешь до конца, хоть проигрываешь явно, но надо идти до конца. Удача не отвернулась и на этот раз. Медаль и Кубок за первое место в своей весовой категории снова достались чемпиону. В финал выходит одна уровня соперники, люди и кто из них психологически более подготовлен, тот и выигрывает. На соревнованиях представлено 8 федеральных округов, 68 спортсменов из нескольких городов России. География представлена здесь полностью вся, начиная от Калининграда, у нас ребята из Калининграда и заканчивая Сахалинов. Так что представлена здесь вся Россия. Ну а традиционно сильными у нас являются команды Южного управления, Северо-Западного, Сибирского. Ну в принципе, как я уже говорил, нет слабых команд. Что может быть лучше чувства, когда ты серьезно тренируешься и потом побеждаешь на соревнованиях? Участники доказали в турнире, каждый таможенник подготовлен на высоком уровне.